66 стартап-проектов из 120 представленных студентами областного филиала Ранхикс названы лучшими. Их автором заслуженные грамоты вручил директор учреждения. У этих юношей и девушек целый ворох идей, касающихся развития именно технологического предпринимательства. Самые успешные проекты выбирала специальная комиссия. В 2022 году мы приняли участие в конкурсе, который проводила платформа поддержки технологического предпринимательства Российской Федерации. И мы этот проект выиграли, оказались в числе победителей. И в течение 2022 года с сентября по декабрь Московский областной совместно с Нижним Новгородом, с Калининградом, с Москвой, с Липецком совместно организовывали и разрабатывали стартап-проекты в области поддержки технологического предпринимательства. У нас в филиале очень серьезно разрабатываются разные бизнес-проекты, стартапы. И, конечно, надо сказать, что наши студенты очень активно в этом принимают участие. Во-первых, в нашем филиале действует Центр экспертизы и предпринимательства. И ребята очень активно сотрудничают с этим Центром. Ни много ни мало упростить жизнь продавцам на маркетплейсах взялись четверокурсники-экономисты и предложили проект по формированию системы финансовой аналитики. Благодаря подобной разработке предприниматели могли бы конструктивнее планировать свой бюджет. Причина возникновения – мы сами решили выйти на маркетплейс и поняли, что не хватает такого сервиса, который сможет грамотно и просто объяснить пользователям, как считать свои деньги, финансы. И наша цель – повысить финансовую грамотность и сделать торговлю на маркетплейсах удобной. Биотехнологии, управление персоналом, образование, трейдинг, инвестиции, кинематограф и медицина – ключевые направления, представленных студентами стартапов. На сегодняшний момент несколько из них уже получили поддержку и вышли на следующий этап – реализацию проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова